Всем привет, ребята! Совсем мало времени прошло с того момента, как вышел наш второй поход. И вот я уже снимаю третий. Но снимаю я его не просто так. Просто в одном месте я видел парочку очень интересных вещей, которые обязательно хочу заснять. Я уже сразу проговорюсь. Это два ламповых телевизора. Один у нас Фотон, забыл какой модель, простите. И еще какой-то черно-белый. К сожалению, эти телевизоры разбиты, я не знаю кем. Но мне больше всего жалко тот Фотон. Так как он скорее всего был ламповый, причем цветной ламповый. А может быть кто-то из вас знает цветные ламповые телевизоры. Сейчас большая довольно редкость. Так что все-таки обидно то, что его разбили. Ну ладно, давайте хотя бы на него посмотрим. Но естественно, это будет не наше первое место. До этого мне по дороге придется прости еще может быть штучек пять мест. А потом еще после этого может быть штучки собственно три. Но я надеюсь, скучно не будет и вам понравится. Так получилось, что, к сожалению, на наше планируемое первое место так и не смог попасть. Из-за того, что там было слишком много народу. Но, собственно говоря, позорится немножечко. Если так можно выразиться, я не могу. Тут у нас, значит, условно говоря, такая магазинная помоечка. Тут никогда я не помню, что было что-то такое. Но я заметил одну интересную деталь. Это вот этот вот корпус, который не похож ни на какой-либо магазинный ящик. А очень похож на корпус от какого-то небольшого советского телевизора. Так как тут даже вроде есть крепление, сами ножки. Но, да, крепление для кинескопа есть. Но опознать, что это, я не могу. Сейчас я посмотрю, может быть, тут есть что-то сопутствующее. И по этим деталям я смогу все это опознать. Я так и не смог опознать, что это. Но, мне кажется, это какой-то рекорд. Из 70-х или конца 60-х. Нет, это чуть-чуть подсказывает корпус. Но тут может быть своя, собственно говоря, точка зрения. Так как ничего точного я тут сказать не могу. Так как нет никаких либо шильдиков, ни подобного. Только корпус, по которому я вот... Мне кажется, то, что это когда-то был рекорд. Ну ладно, не суть важна. Тут ничего от него не осталось. Так что мы идем дальше. И последний момент, и то, что вы видели в куске этого видео. Это, условно говоря, предсмертная конвульсия моего телефона. Так как это был очень дешевый телефон. То есть, который у меня сейчас, с которого я снимаю. И, к сожалению, он уже почти что пришел в негодность. Но мне вроде бы как собираются скоро покупать новый. И это меня очень радует. А вот это вот местное меня совсем не радует. К счастью, кости отсюда убрали. Но, в любом случае, ничего ценного я тут, к сожалению, вроде бы не вижу. Но я сейчас обязательно посмотрю. Потому что, мало ли, надеюсь, то, что будет хоть что-то. То, что можно снять. В том месте я так ничего и не нашел. Но, мне кажется, в этом мне тоже не ждет ничего интересного. Тут, вон, идет стройка. Стоит какая-то заброшка. Возможно, тут тоже будет идти стройка. И вон там вот где-то лежит крышка телевизора. Возможно, это какой-то Элипсон или Эрисон. Там сзади выгравировано. Но подбираться я сюда вообще конкретно не хочу. Так как это даже не целый телевизор. Там даже нет ни одной платы. Это просто крышка, которая валяется, условно говоря, в куче сена и мусора. Так что, мне кажется, нет смысла мне сюда подбираться. Совсем близко от того места я заметил еще одно подобное. И здесь нам попадается Эрисон. Вы, возможно, помните, самый наш первый Эрисон. Мы нашли вот очень похожие конструкции, только вот черного цвета. Тут у него присутствует кинескоп, хотя он там сзади разбит. Присутствуют вроде бы какие-то кнопочки. И вот даже плата от него. Тут у нас есть какие-то микросхемы. Вроде бы модуль приема сигнала, если я не ошибаюсь. Кондеры, но брать это, собственно говоря, не имеет смысла. Так как мне отсюда даже кондеры вовсе не нужны. Там я в кустах вижу еще какие-то остатки от него. Но мне кажется, дальше там мне копаться просто не имеет смысла. Но хотя бы есть это. Это очень радует, так как на обычных помойках, не в таких местах, мне все-таки везет все реже и реже. А вот там вот в кустах находится довольно обширное место. Там еще рядом помойка, но, к сожалению, ни там, ни там ничего нет. Тут также что-то есть. И даже здесь, но, блин, ни одного даже куска ни задней стенки, ни платы здесь я, к сожалению, найти не могу. Так что как бы ни обидно не было, тут ничего нет, но мы двигаемся дальше. В этом месте у нас все хотя бы поинтереснее. Начнем мы вот с этой вот вроде бы никак не примечательной деревяшки. Да, она, конечно, не примечательная, но если знать и разбираться, то это, да, это, видимо, передняя панель радиолы программин третьего класса. Самой радиолы и вообще пусков корпуса я здесь не вижу, но у нее вот на подобной штуке крепились тут рядом два динамика, и это все выставлялось на переднюю панель. А также тут я заметил куски даже, честно, не знаю чего. Это что-то огромное. Во-первых, это вот эти вот куски. Но это ладно, это всего лишь пластик. Но вот там вот валяются какие-то микросхемы и даже какой-то огромный шестеренчатый механизм. Надеюсь, будет видно. Вот там какие-то шестеренки, и я не понимаю, что это вообще могло бы, собственно говоря, быть. И вот там вот даже еще что-то плюс есть. Возможно, это был какой-то очень старый принтер, может, какой-нибудь сканер, я не знаю, честно. Возможно, может, катушечный магнитфон уже последний. А также вот здесь вот под одеялом мы видим вот эту вот советскую даже, наверное, машинку. Но, к сожалению, она полностью разбита. Вернее, даже не разбита, а взобрана. А вот здесь вот мы не можем, а вот с этими вот кусками непонятно чего. Мне даже не хочется лезть, но просто они, собственно говоря, прикольные. И поэтому их нужно было показать. Да и из-за их масштабности. Может быть, вы знаете, что это, поэтому если кто-то знает, что это было, или у кого-то есть какие-то догадки, то пишите. И вот, наверное, самое вкусное в этом выпуске. А именно, это два телевизора, как я, собственно говоря, вначале и говорил. Первый у нас фотон. Это фотон 736D. Не знаю. Это название приводит меня чуть-чуть в заблуждение, так как вроде бы первая цифра в советской вообще технике обозначает класс. И то есть получается, что он 7-го класса. Не знаю. Так как вообще 6-го класса, это бывают тестеры, которые продаются в магазинах за 50 рублей. Ну, ничего, телевизоров я честно не знаю. Ну, собственно говоря, от этого фотона практически ничего не осталось. Кроме корпуса, да, и разбитого кинескопа. Кинескоп даже разбит спереди, что свидетельствует о не совсем прочности этих кинескопов. Ну, а вот второй телевизор более-менее целый. В любом случае, кинескоп у него цел. Даже есть небольшой динамик. Ну, а вот большого динамика, который должен был располагаться там, к сожалению, нет. Но в любом случае, кинескоп цел. Ну, я не могу понять, что это за телевизор, так как Шиллик здесь оторван. Ну, собственно говоря, ладно. Обидно то, что я подоспел так поздно. А так, если бы вот этот вот фотон выкинули даже бы целым, то я бы подумал о том способе, как бы я его доставила домой. Да, это звучит безумно. Эти телевизоры весили по 60, наверное, килограмм. Но я бы придумал, как доставить его домой. Было бы он целый. Но, к сожалению, тут всё разбито. А больше тут вроде бы ничего и нет. Вот, разве что есть ещё одна задняя стенка от, наверное, вот этого вот телевизора. Он, кстати, чёрно-белый. Вот, собственно говоря... А, нет, не смогу его так сейчас прямо сходу перевернуть. Но, в любом случае, у них кинескопы по цвету различаются. И у этого фотона есть вот этот вот значок. Где нарисован внутри цвета. То есть, это значит, что он чёрно-тфу. Цветной, уже заговариваюсь. А вот этот вот чёрно-белый. Так как даже кинескопы у них различаются. Ладно, идём дальше. Может быть, нам ещё что-то повезёт интересное. Что ж, этот выпуск был интересным тем, что хотя бы в этот раз нам попадалось что-то интересное. Не то, что там какие-нибудь просто узкие корпусы или коробки. Хотя бы была какая-то техника. Да, пусть она была и разбита, но её было много. Самым интересным, конечно же, были телевизоры. Особенно советские. Довольно обидно, конечно, то, что этот фотон разбили, но ничего. Хотя бы мы смогли посмотреть на эти телевизоры. И, возможно, кто-то немножечко понаслигировал. В том числе и я. Ну что ж, надеюсь, что вам понравился этот выход. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. С вами был канал Электролайт. И всем удачи и всем пока.